Береженого бог бережет, сказала монашка, надевая на свечку презерватив. Вот то, чего точно не должно быть в машине. Вау, машин честный, мама, и клянусь. Но звуки уже есть, и они некрасивые. Он как бы не должен так гудеть. Свеча накаливания третьего цилиндра. Добрый день. Что за говнище? Откуда? Это точно сальник коленвала. Беда, беда, страшная, страшная. В патрубах интеркулера там масло уже присутствует. Это если с материалами, снятием. Друзья, всем привет. Очередная история о хорошем автомобиле. Потому что трэшняк смотрят все. Кстати, трэшняк сейчас готовится отдельно. В следующие выпуски вообще трэшняк будет выведен в отдельное направление. Готовим будет обязательно. А сейчас имеем история. Обратилась к нам девочка. Она из Винницы. Зовут ее Ольга. Изначально мы смотрели все машины по Виннице. Наш Евгений посмотрел по Виннице. Достойной машины там нету. Поэтому Винницу мы оставили в покое. В Виннице, Бердычи в округе покатались. Нету. Появился автомобиль в Киеве. Автомобиль хороший, достойный внимания. Но продается уже довольно давно. Последние, ну как давно, несколько месяцев. Изначально цена была там практически 30-ка. 29 900. Потом 29,5, 29. И вот наконец-то цена 28,5. Все равно дороговато. Потому как мы машину имеем без панорамы, без пневмы. Не барабан. Но тем не менее я укомплектации. Едем осматривать тот автомобиль, который в Киеве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Есть что про машину рассказать? Я посмотрел ее историю. Вы ее продаете или вы собственник? Ну как, на меня оформлено, но занимаюсь машиной. Машина от первого хозяина, женщина была. Я на себя ее кинул на учет, сейчас продаю. То есть что было с машиной, вы не знаете? Знаю. Вся история есть. Я же специально ВИН-код открыл. Парень, который продает автомобиль, на удивление, оказался очень нормальным, порядочным продавцом. Значит, ВИН-код он не скрыл. История вся подтверждена. Плюс он показывал все косяки этого автомобиля еще до того, как мы начали осматривать. Возможно, потому что он не узнал, возможно, нет. Но парень красавчик, это не перекуп, а мечта для заказчика, назовем его так. Потому что вот все, ничего не утаил, не грубил. Красавчик, молодец, респект. Бампер зачем снимали? Зачем? Ну, это не я снимал. Нет, я же не говорю, что вы. Если есть ответ на вопрос, то... Снимали они там, я не знаю, по какому поводу. А можно капот? Да, да. Знаю, что меняли сальники переднего коленвала. Они не подняли. Может, радиаторы снимали? Последнее от того там марки было. И я уже сам датчик сейчас поменял. Береженого бог бережет, сказала монашка, надевая на свечку презерватив. Что ж ты такой грязный? И у нас такая заявка интересная. Нужна машина без панорамы и без пневма. Это вот то, чего точно не должно быть в машине. Иногда наоборот бывает. Вот нужна либо только панорама, либо пневма. Болты не вижу, чтобы отнимались. Тут на месте, здесь на месте. С колпачками ровненько. Коррозии внизу не наблюдаются. Точки герметики. Здесь тоже ничего не снимается. Не снималось. Ну, предварительно мы по базе видим, что тут все хорошо. Здесь нормально, здесь нормально. Ай, дождь начинается как плохо. В некоторых местах потолочек такой не очень. Здесь красиво, никто ничего не отнимал. Следов покраски не вижу. Это мы, конечно, еще сейчас с толщиномером пройдем. Я очень до стола. Здесь тоже хорошо. Хорошо, задние ремни есть. А, ну да, тут же не работает никогда. Работает? Нет. А что? Ваговская группа. Центральный ремень? Не работает. Это нормально. По задней части вопросов у меня не было, но все равно приблизительно посмотрим на этот. Потом заглянем туда. Ну, как я предполагал, пока хороший. А есть где-то какое-то из того, чтобы заехать, посмотреть, чтобы к нам не ехать? Потому что через весь город это полтора часа ехать. А, думаю, найдем. Следов покраски не вижу. Да, нету. Следов того, что перешивался салон, тоже не вижу. Руль тоже не перешивался. Алюминий покоцанный, разве что на бардачке. Покоцанный, а так? Или это пленка? Не, нифига, это не пленка. Так, сейчас я закончу. 113, 114, 109. Если у нее честный пробег, то у нее еще и головы сухие будут. Потому что вот когда рассказываю... Не, я по истории вижу, что он честный. Поэтому я и с легкостью согласился ехать хрен знает куда. Потому что я сторонник даже того, что я готов заплатить за топливо, но приедьте к нам. Потому что иногда... Вау, машин честный, мама, я клянусь, приезжаешь. Потому что там просто пипец. Но здесь, посмотрев историю, посмотрев по всем базам данным, то пока все шансы на успех есть. Вообще у нас этот поиск по Виннице идет. Но в Виннице наш Женя не нашел нифига. Все, что он посмотрел, он все забраковал. Выскочила вот машина в Киеве. Говорят, езжай, смотри, еще вчера. Вчера у нас там куча правок была. Говорю, сегодня вообще никак. Так, подключиться. Гидроусилитель под нагрузкой идет. Нагрузка идет нормально. Он как бы не должен так гудеть. Но уже трошки есть. Это еще не смерть, это еще сносно. У меня, когда кончался гидроусилитель, там вообще такие истошные звуки вставали. Он, во-первых, пускает через себя масло, выходит. И когда он хватает воздуха, вот тогда такой свист начинается. Это еще хватит покататься, скажем так. Но это как минимум повод для торга. Ошибки вам убирали или просто смотрели, что было? Ну, когда же по датчику как поменяли датчик, они должны были сбросить ошибки. Я их просил. Ну, я к тому, что сейчас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Свеча накаливания третьего цилиндра. Добрый день. Активная ошибка. На свечу они сказали, да. Только я попробую еще отсюда во выкрути. Нет, они сказали, можем поменять. Я говорю, ну давайте попробуем. Значит, диски тормозные. Скоро менять, потому что очень большая выработка. И с ними никто еще не делал. По тормозным колодкам. Вот, кстати, как закончатся тормозные колодки, сразу надо менять. И диски их там процентов 25. Ну, по каким-то там бордюрам говно она не ползала. Уже красота. Так, а что тут с патрубками? Здесь сухо. А что здесь мокрый? Что за говнище? Откуда? В этой мрачной экологии умер джмелек. Эй, вот оно счастье. Прокладка поддона. Возможно, сальник коленвала. Возможно? Это по висящим каплям можно определить. Если правильно надо все вымыть, опять и наблюдать их. Да потому что это масло моторное, то да, это точно сальник коленвала. Про текущий сальник коленвала. Значит, чем это чревато? Пока он совсем подпотевает, вроде бы ничем. Нужно следить за уровнем масла и нормально. Но это штука, которая прогрессирует. И он сначала течет, потом он начинает капать, потом вот это вот масло аж замывает мотор. И в один прекрасный момент оно может прорвать так, что вот это вот все масло, которое вы заливаете, оно очень быстро будет уходить на... в атмосферу, назовем вот так. На землю, на лужи, на траву, на куда угодно. Там, где стоит автомобиль. Поэтому, вот когда оно течет, это неприятность. И вот эта вот неприятность с точностью с процентов 95 вылезет тогда, когда об этом вам будет неудобно. То есть, когда вы будете где-то лететь, где-то в чистом поле. В общем, в такое непредсказуемое время. Поэтому вот эти вот моменты, за ними нужно следить. Да, у Туарега это слабое место, но тем не менее, вот 120-150 тысяч нужно уделить этому внимание, переуплотнить мотор и ездить уже дальше, там до 300 плюс, уже до замены цепей, когда уже надо будет переуплотнять головы и там уже сделать это все вместе. Но это уже будет стоить в районе двух, наверное, тысяч. А сейчас можно обойтись тысячу, тысячу двести, в зависимости от того, насколько там сложно. Так, а что у нас с этой стороны с головой? Кто-то патрубок причавил, когда разбирали металлический. Вон алюминиевый. О, тут можно я загляну. Злачное место. А, с этой стороны чистенько. Короче, имеем сущийся задний сальник, подогнутый патрубок алюминиевый. Пробочку не знаю, меняли, не меняли, судя по всему, нет, хотя в счете я видел, что оно указано. Поддон масляный сопливит. А когда вы говорили, что сальник меняли? В марте. На 113. Или позже. В этом году. Ну, там снова как-то невесело. У него гарантия должна быть, кстати, на сальник. Если там что-то не так, им можно как бы предъявить. Ну, он реально вот поменен, но вокруг него уже вот, вот можете в телефон посмотреть, и он даже убрал. Вот так отстаньте. Ну, видео, но все уже там влажное вокруг него. Ну, вот я у них за это спрашивал, они говорят, типа, гарантия есть, приезжайте, мы посмотрим, там чем-то там намажем, покатайтесь. Я могу парней попросить скинуть один из патрубков интеркулера, потому что вот тут вот беда-беда, страшная-страшная. А что это? Патрубок интеркулера. Ну, турбина вроде бы нормальная. Ну, в смысле, отсюда я вижу, что она холодная, горячая, улитка сухая, но может тут только счастье начинать. Патрубок любой, можно скинуть. Все интеркулеры? Да. Можем как минимум туда заглянуть, если там есть такой жир? Да нет, ничего тут нету. Много нету, но турбина все-таки. Вот это вот сопли, это все-таки с нее. Алло, алло. Да-да. С ходовой у него хорошо, мотор в некоторых частях придется его переуплотнить, потому что передний, задний сальники, они пропускают, причем задний пропускает намного сильнее, чем передний. А передний недавно в марте меняли, он все равно пропускает. Вот. Не очень хорошо. Ну, это как минимум повод для торга. Я не могу назвать это каким-то кошмарным недостатком. Вот, вверху головы они чистые, с правой, в заднем правом углу есть, очень такая легкая припотелась, но она какая-то очень несвежая. В патрубке интеркулера такая масляная пленка есть. Турбина чуть-чуть масла, я думаю, тоже пропускает. Я уверен, что у многих возникнет вопрос, почему я с девочкой говорю о технических вопросах. Ну, там поменять сальничек или еще что-то. Дело в том, что многие привыкли к тому, что девочки там просто красят ногти, красят волосы, следят за собой, но это немножко не тот случай. Тут такая прошаренная девочка, то есть в технических вопросах она очень хорошо понимает, очень хорошо разбирается. И даже вопрос в том, что вот когда у нас люди оставляют заявки, то чего вы точно хотите, чего вы точно не хотите от автомобиля. Так вот, вопрос был, я точно не хочу панорамы, потому что она там скрипит, ну, то есть она понимает, почему она не хочет. Она точно не хочет пневму, потому что пневма может отказать в самые неподходящие моменты, а это часто бывает мойка и зима. И еще обязательное условие, это был мотор CRCA. То есть вот девочка, которая заходит с таком моментом, что нужен именно определенный двигатель, это говорит о многом. Поэтому девочка, молочинка, шарящая красавица. Жизнь у этого автомобиля есть, но его нужно будет дополнительно обслужить. Но машина неукатанная. Ага, понятно. Ну, если это еще, ну, это, конечно, если покупать сразу, делать все, чтобы... Ну, как сразу делать? Можно сразу делать, можно масло доливать. Ну, задний... Тут же смотрите, для того, чтобы сделать задний сальник, тут надо мотор отстегивать. То есть это такой процесс слегка недешевый. Ну, да. Плюс поддон тоже писается чуть-чуть. Ну, в смысле, не писается, а слегка пропускает. Поэтому, поэтому кошмара... Кошмара, кошмарного нет, но внимание оно уже требует, скажем так. Парень торгуется на... Предварительно мне сразу сказал, что здесь будет 500 долларов торга, так чтобы 28. Ну, откровенно, я вижу 27, но я не уверен, что на 27 согласится. Нет, 27 не будет. Да, вот он меня тут недалеко стоит и говорит, 27 не будет. Я даже не обратил внимание, что он за плечом. А так, в общем-то, по ходовой у него неплохо. Я еще увидел, что у нее полировано сзади и была правая дверь. Ну, как хорошо, отполировано не сильно, так слегка отполировано, чтобы и слой не убрать. Плюс там безпокрасочная такая легкая риктовка на ребре была. Ну, машина не укатанная. А там, конечно... То есть, если учесть моменты того, что придется вот эти сальники починить, то запросто можно рекомендовать этот автомобиль. Типа ниже минимума, совсем-совсем на кончике. Это с учетом того, что она разогретая. А если она менялась, то не, она нифига не свежая. Такая темная, как деготь. Но, тем не менее, все равно, я так понимаю, что... Хотя, с другой стороны, вот если... Она просвещается. Вот так построить, да, она просвещается. Поэтому не сильно она и мрачная. Но она не свежая. Александр, короткий вопросик к тебе. Минторек трехлитровый 2013 года. Передний и задний сальник коленвала. Сразу же крышку поддона переуплотнить. Речь идет об этом всем. Сколько все это дело стоит? Это первый вопрос. Это если с материалами, снятием. Но, как обычно, все зависит от желания клиента. Не, здесь машина плюс-минус нормальная. Я кошмара по ней не вижу. Но вот сальники у нее уже что-то дали. Смотри, 500 долларов, снятие установки. Остальное перепаковка, сальнички, кринальнички. И так, да. Окей. Сохочет параллельно, но там набежит что-то другого. То есть, снять мотор, не пересмотреть выпускные коллектора, не пересмотреть турбину, не пересмотреть, не вырезать сажу. Турбина здесь пропускает, сажи уже здесь, судя по всему, нет. Ну, хоть что-то приятное. Да ладно, все лишь туда. Нет, так она официальная, она с первых дней в Украине. И в патрубках интеркулера там масло уже присутствует. Ну, вот почему это не сделать, не поменять сальники. Хорошо, спасибо, услышал. Давай, вот пока. Что-то еще, что я не увидел? Тифри, за минимум. Тут запотевание на турбине. Ну, судя по тому, что там масло внизу, запотевание есть везде. Но на корпусе она плюс-минус целая. В развалах головы она тоже светлая. Да, да, закрываем, закрываем. Я уже готов выдать денег, чтобы никого не задерживать. Максимально сейчас быстро все передать. Уже девочка у нас в Виннице находится, если мне память не изменяет. То есть, понимаем, что машина не укатанная, но вложиться в нее придется. Но, опять-таки, по нашим стандартам она запросто проходит. Но имеется в виду, мы же гарантируем, что вы не вложите больше 10% от стоимости автомобиля на ее обслуживание. А машину всегда продают перед каким-то большим, великим обслуживанием. Но до замены цепи здесь еще очень далеко. Но сам факт того, что нужно будет к ней приложиться, это так. А еще вопросик... Задавайте. Сколько она еще может до большого ремонта? Если будете следить за маслом, она еще дофига до большого ремонта проездит. Тут же смысл в чем? То есть, если бы оно просто припотевало на заднем сальнике коленвала, то типа можно кататься, не заглядывать от замены до замены, понимаем, что будет уходить там чуть больше литра масла. А так там уже капли висят. Они еще не обильные. То есть, нет эффекта такого хорошо замытого двигателя, но замытие уже начинается. Вот. Соответственно, капелька там висит. Ну, если следить за маслом, то вот весной я бы все-таки обратил на это внимание. А пока там фильтр слаживый, это все там стоит? Не-не-не-не. Экологии здесь нет. А, убрал его. Здесь уже, здесь уже с этим все хорошо. Эту машину я могу рекомендовать. Но, честно скажу, ни хера не по этому ценнику. Не, ну, ты не кто такой. Да, да. Были бы подкрасы, нужно было дешево там. Ну, я ее тоже подкрасил. Подкрасы, ну, это как бы все относительно. То есть, да, прелесть этой машины в том, что она целая. И лобовое родное. Тоже большой плюс. Для тех, кто хочет, вот, любит идеальную машину. Там, где даже муха не сидела. Тут, да. По кузову имеется в виду. Тут, да, она действительно неплохая. И плюс сайлентблоки у нее даже не разрепавшиеся, как это часто бывает. Держишь опять-таки, я смотрю на фоне прожитого опыта, и мне тяжело привыкнуть к тому, что сейчас, ну, все тотально дорожает. Непонятно, на каком формате. Ну, из-за, как говорится, из-за этого. Ну, полупроводники и всякая такая история. Ну, одно на другое накладывается. Возможно, да, что-то в этом есть. Я с этим не согласен, но, опять-таки, мое мнение, мало миру, интересно. Поэтому, поэтому это такое. Да. Хорошо. Будем мы лететь. Ой. Видеосъемка. Да, Александр любит там где-то там нынечку поснимать. Хорошо. Спасибо. Мы и тогда полетели. Авто понравился. Пробуем торговаться. Но на всякий случай, вот, ну, торговаться это не всегда. Вот сейчас предлагаем цену, это надо подождать в следующий день. Так вот, на случай, если не получится сторговать этот автомобиль, есть еще один хороший экземпляр в Днепре. И вот, чтобы не терять зря времени, летим в Днепр на посмотреть, что представляет собой тот автомобиль, который в Днепре, на случай, если этот действительно не получится сторговать. Поехал наш младший научный сотрудник, зовут его Сергей, вы уже видели его несколько раз в видео. Кто-то его называет тошнотиком, кто-то еще как-то, но как технарь парень хороший. Я коротко покажу осмотр этого автомобиля. Днепр. Так, Таурех, Днепр. Тут все сухо, капот не отнимался. Фары меняные, две новые, оригинальные стоят, только 15-го года. Меняли по гарантии, якобы записи есть. Есть запотевание по двигателю передней части крышки. Там либо поддон, либо передний сальник револ. Здесь все хорошо, все сухо дальше. Крыло подклеено пленкой, половина. Крыло тоже не отнималось. По стойке все хорошо, по крыше тоже все хорошо. Все целая накладка хромированная. Змень работает. Двери тут не вижу, чтобы они отнимались. Сзади тоже все хорошо. Вопросов никаких нету. Даже хорошо сохранилось. По дискам задним тормозным процентов 80-70 износа есть. Багажник открывается тихо. По потолку все хорошо. Обычно у них все здесь в печальном состоянии. Но машинка ухоженная. Накладки целые. 190 190 193 102 В принципе машинка достойная внимания. По передним дискам я уже говорил процентов 30 40 По стоимости машина, которая продается в Киеве коричневенький он стоит 28,5 сейчас отдают его за 28 тот, который в Днепре стоит 26,800 визуально такая же чистая прозрачная история имеет он 130 тысяч километров тут по-моему 127 в общем точно такая же машина. Заехали на эстакаду амортизатор нормально поменять надо замена сальник коленвала заднего и заодно сальник коробки есть запотевание поддона и скорее всего что и передние крышки по-хорошему тоже надо замывать и это все делать так здесь в принципе все хорошо здесь сухо дальше сухо здесь саленблоки норм здесь есть трещины саленблока зиму откатать можно но потом надо смотреть так подвесной с ним все хорошо так здесь тоже все сухо тормозные шланги норм амортизаторы сухие турбина всех пускает масло надо смотреть насколько она пускает сильно открутил плату сейчас посмотрим сколько там масла ну в принципе немного защита бака части бака вот подбитая но это защита вот кожух да кожух бака по желанию можно поменять или просто не лезть туда рулевая тяга нормально здесь дальше все хорошо итак если слегка подытожить ну сравнить один автомобиль и второй машина которая из днепра из минусов мы имеем точно так же как и машине из киева нужно переуплотнять двигатель менять сальник передний задний и переуплотнять менять прокладку поддона потому что вот там есть уже легкая призапотилость и там и там и там и там минус дальше из минусов в днепре мы имеем подкрас левой двери верхней части то есть две трети верхней части двери они покрашены вследствие того что там была царапина шпаклевки нет есть подкрас до 200 микрон имеем подкрас фиксируем это как недостаток да в общем то и все теперь по автомобилю который из киева по недостаткам точно так же как я уже сказал нужно переуплотнить двигатель из минусов гудящий гидроусилитель из минусов пристальное внимание к турбине потому что она еще не ссыться она еще отрабатывает с ней все нормально но объем масла в патрубке интеркулера там намного больше у того автомобиля который из днепра поэтому наблюдаем но понимаем что турбину ремонтировать возможно придется раньше тому автомобилю который из киева и теперь по цене машина из киева 28 с половиной отдают за 28 машина из днепра 26 800 с учетом недостатков отдают ее за 25 100 ребят приблизительно одинаковый автомобиль из минусов подкраска по двери из плюсов негудящий гидроусилитель куда отдать свое предпочтение хорошая машина по салону одна и вторая одна с подкрасом другая без конечно очевидно купить машину за 25 нежели купить машину за 28 итог этой истории такой что девочка Оля действительно купила этот автомобиль машина из днепра поехала в Винницу мы ее с этим поздравляем ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания Одинавто всем удачи на дорогах всем пока-пока спасибо что досмотрели это видео до конца а я пошел дальше собирать трешний тёп пока-пока-пока я пойду